ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России начал действовать закон, позволяющий организовывать в городах так называемые чистые зоны. В их отношении будет действовать ряд ограничений, в том числе запрет на въезд автотранспорта ниже определенного экологического класса. И это может стать огромной проблемой для большинства водителей, так как по официальным подсчетам у 70% зарегистрированных в нашей стране автомобилей экологический класс вообще отсутствует. ТРАССА 101 С интересной инициативой выступило столичное управление ГИБДД. Оно хочет обязать велосипедистов сдавать экзамен на знание ПДД. Однако речь идет не обо всех владельцах двухколесного транспорта с педалями, а только о курьерах-доставщиках еды. По словам госавтоинспекторов, численность данной категории участников дорожного движения стремительно растет. Зачастую, чтобы успеть довести заказ, они грубо игнорируют правила. ТРАССА 101 Всемирная паутина пестрит с роликами, где родители доверяют роль автомобиля несовершеннолетнему ребенку. Такой поступок может дорого обойтись, напоминает госавтоинспекция. Во-первых, юному шоферу за неимение прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Тридцаточка – родителю за передачу управления. Плюс административка за неисполнение обязательств по воспитанию. Наконец, в случае серьезного ДТП речь может идти и об уголовной ответственности. ТРАССА 101 Начались продажи Хёнда Крета второго поколения. Кроссовер стоит минимум 1 миллион 200 тысяч рублей. Это на 50 с лишним тысяч дороже предыдущей версии. Машина немного увеличилась в размерах. Моторы те же бензиновые, объемом 1,6 либо 2 литра, мощностью 123 или 149 лошадиных сил. Трансмиссия, механика, либо автомат. В список электронных помощников вошли, в частности, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон и система предотвращения лобовых столкновений. ТРАССА 101 Почти 90% российских водителей заправляют автомобили бензином. А главным критерием при выборе АЗС является качество топлива. Исследование провела компания Яндекс. Цена горючего в списке причин, по которым мы отдаем предпочтение той или иной заправке, находится на втором месте. Далее идут удобное расположение АЗС, наличие программ лояльности, качество обслуживания. Более половины респондентов покупают топливо на одной и той же заправке. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин